Здравствуйте, уважаемые ребята! Урок русского языка для вас сегодня проведу я, Михайлова Наталья Геннадьевна, учителем БОУ «Гимназия города Ваня». Посмотрите внимательно на слайд. Прочтите слова, заменяя цифры буквами. Смородина, фортбал, электрик, метрика, витрина, патриот. Проделаем то же самое, но уже с предложением. Сестрицы-сороки едва ухитрились предварительно приготовить обед, отыскать вместо осетрины столько устриц, что предстоит целый пиво. Вот как ловко можно зашифровать свою запись, употребляя имена числительных. Итак, тема нашего сегодняшнего урока «Имена числительные». Имя числительные – это самостоятельная часть речи, которая обозначает число, называет количество или порядок предметов при счете и отвечает на вопросы «Сколько?» или «Который?». Я каждый день и каждый час сказать готова «Сколько вас?», и я могу, имея в виду, сказать «Который ты в ряду?», так о своих свойствах говорит имя числительное. Не случайно на слайде красным цветом я обозначила слова «Каждый?», «Сколько?» и «Который?». Помните, ребята, что это местоимение. Попробуем найти среди представленных слов числительное. Утроить – глагол, пятерка – существительное, семидесятие – числительное, раздваиваться – глагол, дважды – наречие, двузначе – прилагательное, тройка – существительное, сотня – существительное, десятилетие – существительное, удесятерить – глагол, трое – числительное, пятизначе – прилагательное, трилистик – существительное, четвертый – наречие, десятеро – наречие, Первый числительное, сотый числительное, единожды наречия, две числительные, пятак существительное. Помни, вот они. Темидесятый, трое, первый, сотый, две. Это имена числительные. Это интересно. Верста равна пятистам саженям или одному километру шестидесяти семи метров. Сажен равен трем аршинам или двум метрам тринадцати сантиметров. Фуд равен двенадцати дюймам или тридцати сантиметрам пяти миллиметров. Аршин равен семидесяти одному сантиметру двенадцати миллиметров. Дюйм равен двум сантиметрам пяти миллиметров. Пять равен семнадцати сантиметрам семидесяти восьми миллиметров. Это старинные меры зрителей. В задании Всероссийской проверочной работы есть следующее. Определить значение фразеологизма. Я предлагаю вам фразеологизм верстка Коломенса. Дно верстка – это длиннист измерения. Оказывается, по приказу царя Алексея Михайловича от Москвы до его загородного дворца в селе Коломенском были установлены высокие столбы, которыми отмечали расстояние в верстках. При этом на Руси был новый счет. В версту теперь входило не тысяча саженых, а только 700. Но во времена правления Петра I версту укоротили и стали приравнивать ее к 500 саженых. С тех пор по новым сойденным дорогам были установлены украшенные полосатые верстовые столбы. А вот Коломенская старая верстка была гораздо длиннее Петровской. Вот и стали высоких долговязых людей называть версткой колодкой. Значит, значение радиологизма верстка колодки – долговязый высокий человек. Запомни, слово «одиннадцать» проверяется счетом наших предков. Один над десятью. Отсюда удвоенное «н» в числительное. Тринадцатое. Пишем сгласный «и». Числительный 300-400. На конце пишем гласную «а». Пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот. Не забудем ни из нас. Числительный миллион означает тысяча тысяч. Оно впервые было употреблено итальянским путешественником Марко Пола. Слово «милли» означает тысяча и тысяча в постах. Числительный миллиард означает тысяча миллионов. Оно пришло в русский язык из французского. От слова «милли» тысяча и тысяча в соаргии. Запомните, миллионный миллиард пишут с удвоенными согласными. Проверим себя. Девятнадцать без мягкого знака. Пятьсот с мягким знаком. Семьсот с мягким знаком. Семьдесят с мягким знаком. Пятьдесят с мягким знаком. Восемьдесят с мягким знаком. Седьмой с мягким знаком. Девятьсот с мягким знаком. Восемьсот с мягким знаком. Восьмой с мячем знаком шесть сортов и шесть с мячем знаком. Вспомните, все числительные делятся на два больших разряда – количественные и порядковые. Количественные, в свою очередь, определяются на целые, дробные и составные. По составу все числительные бывают простые, состоящие из одного корня, сложные, состоящие из двух корней, и составные, состоящие из двух или нескольких корней. Среди данных числительных определим целые, дробные и собирательные. 70 секунд – целая, обе подруги – собирательные, 6 яблок – целая, 1 вторая – дробная, 3 ребят – собирательные, 7 уроков – целая, 3,5 дробные, оба берега – собирательные, двое друзей – собирательные, 2 пятых урожая – дробные. Важно! Оба, двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десято – собирательные числительные. Что нужно помнить? Собирательные числительные употребляются существительными, называющими лиц мужского пола – двое мужчин. С существительными, выраженными словами «дети», «ребята», «лицо» в значении «человек» – «люди». С существительными, обозначающими «детеныши» животных – семеро козлятых. С существительными, имеющими форму только множественного числа – двое саней. С существительными, называющими парные предметы – двое носков, с личными стеменами «мы», «вы», «они», «нас двое», «вас двое», «их было четверо». Прочтем вверх. Из школы вышли семь девочек и пятеро мальчиков. Три экземпляра были переданы в музей. Два дня и две ночи мы готовились к экзаменам. Двое сестер Пети окончили школу с медалью. В этом предложении ошибка. Сестра – женский родственник, поэтому две сестры и сестры. Четверо девочек в классе – отличницы. Не четверо, а четыре, так как девочка с женского рода. Четыре девочки в классе. Мы ехали пятеро дни. Мы ехали пять дни. Нас семь пошло в покой. Предложение есть личное исследование для нас, поэтому нас семеро пошло в покой. Числительные оба – обе. Помним, что числительные оба употребляются со словами мужского и среднего рода – оба товарища, оба села, оба случая. А вот числительные обе употребляются со словами только женского рода – обе подруги, обе семьи. Раскроем скобки. С обеих сторон, на обоих берегах, у обеих обезьянок, к обоим братьям, к обеим знакомым, у обоих чулкищикам. Проверим себя. Вместо точек употребление стремления оба – обе. Русло обеих редких чанами. По обеим сторонам шосты тянулся лес. Ребенок держал кружку обеими руками. У обоих братьев отличные отметки. Договор о взаимопомощи подписан обеими сторонами. В обоих окнах углубит и стекла. Удивительные числительные полтора и полтораста, которые требуют, чтобы вы запомнили. В именисном и венисном падеже употребляются формы полтора, полторы для женского рода – полтораста. Во всех остальных падежах – полутора, полутораста. Ставим вместо точек данные числительные. Около полутора килограммов, полтора килограмма, полтора литра, полтора ведра. До полутора ведер, полторы дыни, полутора километров, около полутора деков, полтора дня, до полутора недель, около полутора ста человек. Имейте в виду, поздравить с 8 марта, с 23 февраля, готовиться к 1 сентября, перед 9 мая, к 1 апреля, к 2005 году. Изменяются только через 7 дней. Удивительные четвитые 40-90-100. В именисном и венисном падеже они имеют форму 40-90-100. Во всех остальных 40-90-100. Простаем копию, прочтем вверх. Мужчина лет 40, потратить около 100 рублей, продолжаться до 90 дней, отложить на 40 минут, скорость до 100 километров из 90 студентов. Правильно читаем математические записи. Сумма 48 и 97 равна 145. Сумма 49 и 90 равна 139. Разность 95 и 49 равна 46. Разность 132 и 16 равна 116. Или к 297 прибавить 345. Код 985 вычесть 149. К 753 прибавить 45. Не допустим ошибок. У входа в колледж стояли 3 студентки и 2 ютушек. Пароход с четырьмя стами, шестью, десятью, восьмью пассажирами отошел открытым. Обоим отвечающим студентам были заданы вопросы. Подойти к аппарату можно с обеих сторон. В книге было около 480 санит. До дома около полутора километров. В саду высадили семь яблочек. Во Всероссийской проверочной работе в последнем задании вам предлагается дать значение фразеологизма. Посмотрим на данные фразеологизма, в значении которых есть счастливые. Дадим им значение. На седьмом небе быть очень счастливым. В один голос значение семь дней. На одно лицо значение быть очень похожее. Одного поля яблода быть очень похожее. Под одну гребенку уравнивать кого-либо с кем-либо. С кем-либо. Три короба значений много. С пятого на десятый непоследовательное. Восьмое чудо света. Так говорят о чем-то удивительном и декозном. Девятый вал. Значение фразеологизма. Наиболее сильное проявление чего-либо. Настись в деть между двух стульев. Значение. Быть непоследовательным. Ориентироваться на различные силы. В конце нашего урока я хочу пожелать вам. Примитесь к тому, чтобы о вас чаще говорили звезда первой речи или человек семи-тядей волны. Спасибо за урок. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова